Продлить республиканскую программу материнского капитала до конца 2021 года, увеличить штрафы за нарушения на воде, ужесточить правила проведения госзакупок. Ряд важных законопроектов сегодня обсудили члены кабинета министров Чувашии. На повестке дня 23 законопроекта. В числе первых кабинет министров рассмотрел продление республиканской программы материнского капитала, демографическая перезагрузка, цель федеральных и республиканских властей. Президент России Владимир Путин продлил включительно по 2021 год. И мы тоже в проекте закона предусматриваем по этим принятым решениям, в соответствии с принятым решением, о продлении оригинального материнского капитала по 2021 год включительно. Напомним, что за третьего и последующих детей республика будет выплачивать 100 тысяч рублей. Федеральная поддержка составляет 453 тысячи. Средствами республиканского материнского капитала у нас сегодня имеет 10 838 семей. Распределились 4 494 семи на общую сумму более 376 миллионов рублей. К другим темам улучшилась статистика происшествий на водных объектах. Если в 2016 произошел 71 летальный случай, то в этом году почти в половину меньше 40 погибших. Но и это много. Поэтому поступило предложение увеличить административные штрафы за нарушения на воде. Те штрафы, которые 100, 300, 500 рублей, ну не оказывают должного профилактического воздействия. Министерство экономики предложило централизовать госзакупки, то есть контролировать их на республиканском уровне. Сейчас для государственных нужд поставщиков, заказчиков определяют сами муниципалитеты, город и районы. Но эффективность такой системы оставляет желать лучшего. Необходимость разработки и принятия данного восстановления возникла в связи с нарушениями федерального законодательства о закупках, допускаемых органами местного управления, их уполномоченным органами при приведении торгов. Коснуться это должно муниципального строительства стоимостью более 30 миллионов рублей. Одобрения такого нововведения со стороны города не последовало. Городом проводится более 20 торгов, от 20 до 30, а то и более, на сумму свыше, чем 30 миллионов рублей. Поэтому мы считаем, что весь цикл должен быть в одних руках. От планирования закупки, определения подрядчика, исполнения функций заказчика и сдачи объекта, где сотрудники органа или ответственного лица смогут принимать оперативные решения, брать на себя ответственность и добиваться поставленной задачи. Мы не хотим ухудшать проведение качества государственных закупок. Мы хотим оказать содействие в вводу объектов по качеству строительства. Все остальное там, техзадания, подготовительная документация, вся черновая работа, которая была, вы это будете проводить. Мы хотим отслеживать прохождение бюджетного рубля. Также глава региона отметил, что торги нужно проводить публично и открыто, чтобы не было сговора между подрядчиками, которые участвуют на разных конкурсах. Ведь такие случаи на практике уже встречались. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.